Всех приветствую на канале Мир Пива, с вами Юлия Сергеевна. Сегодня я буду дегустировать пиво американской пивоварни Founders. Пиво называется Camagin, переводится как скупец или скряга. Напомню, пивоварня существует с 1997 года. Основатели ее два друга Дэйв и Майк, и поначалу дела шли у них плохо, не хватало опыта, но затем парни поработали над рецептурами, руки не опустили, и все-таки на сегодняшний день пивоварня очень популярна, и ее пиво имеет высокие рейтинги, занимает престижные места на различных конкурсах пивных и фестивалях. Итак, скупец, этикетка какой-то дедуган, но я пока пошилась в интернете. Вы знаете, существует картина бельгийского живописца Давида Теннерса, у него есть картина «Скупой человек», и там, кстати, дедушка очень похож на вот этого вот героя нашей этикетки, но может я ошибаюсь. Итак, старый Эль сварен с, ну, приготовлен с добавлением патоки, вот указанной на этикетке. Что здесь нам указывают? Экстрактивность начального сусла 21,8, алкоголь 9,8. Вот такая вот форма бутылочки Founders, красивые бутылочки все-таки у них. Ну что ж, лозунг пивоварни «Изобретаем новые вкусы, расширяя границы дозволенного». Так что давайте будем пробовать и наслаждаться, я надеюсь. такой оранжевый насыщенный цвет, пена желтоватая, плотная, ощутим аромат. Да, специфический аромат, но приятный. Сладкие нотки, даже такие вот ванильные, фруктовые, цветочные, медовые, в общем, все такой взрыв сладких различных нюансов. Приятный аромат, попробуем. Ох, сладкое-сладкое, сладкое пиво. Сладкое-сладкое и еще раз сладкое. Это ж надо. Первое впечатление, только одна сладость. Вот такая вот прям, скажу я вам, приторная. Затем, вы знаете, горечь. Горечь проявляется постепенно. Вот три глотка я сделала. Вот горечь сейчас проявилась. И, кстати, она тоже не слабенькая. То есть, она как бы вот эту сладость всю поглотила. Вы знаете, прям такая горечь, как вот бывает вот в ИПА. Прям такая она, ну, не агрессивная, но она такая, прямо на эту сладость всю поглотила, затушила. В общем, сейчас одна горечь в послевкусии, вы знаете. Ну, с какими-то остатками там сладости и согревающее тепло. Интересно. Слушайте, такое сладкое, и потом вот горечь все это смыла. Слабая кислинка есть, как глоточек делаешь, вот такая вот. Не сильно карбонизированная, поэтому, наверное, такая вот сладость, это слишком так вот чувствуется. А если бы карбонизация была сильней, была бы сладость с кислотностью вот этой, как бы не так бы ощущалась. А так прям приторная сладость. И затем вот горечь. Горечь такая хмелевая, такая вот выше средней, приятная. Такая хмелевая, травянистая, но приятная. И вот в послевкусии она долго сохраняется. Ну, заесть не хочется, вы знаете. Интересно вот так вот. Такая сильная сладость, и затем переходящая в горечь. Алкоголь в аромате не ощущается, то есть аромат такой вот приятный. При питье тоже, то есть, таких вот нюансов алкогольных не ощущаю. А вот согревающее тепло, да, чувствуется. Алкоголь хорошо завуалирован, пьется легко. Такое тело плотное, плотное тело, прям такое вот сытное, вкусное пиво. Продолжаю наслаждаться. Пиво постояло. Вообще замечательное пиво. Приятный аромат. Такая вот сладость, сложный аромат, скажу я вам. Вот алкоголь завуалирован, но вот эти сладкие ноты, медовые, такие какие-то, я не знаю, вот грушовые, вяленые, бананы. Ну, в общем, такой вот аромат сложный, напоминающий даже вот аромат рома. Ну, вот алкогольных нот вообще нет, но такой вот приятный, такой вот сложный. И пьется легко, такое вот ощущение бархатистое. Консистенция плотная, я уже сказала, и прямо она как такая вот сиропная, сиропоподобная. И вот послевкусие, вот эта вот горечь такая вот мягкая и что-то вот все-таки вот от благородных вот этих вот напитков, какие-то нюансы вот такие вот аромовые есть. То есть такое вот приятное послевкусие, не только горечь, там еще вот и сладость какие-то вот остатки вот этих вот сладких ноток и вот этих вот таких вот алкогольных ноток, вот благородных напитков. Но не в плане жгучести алкогольном, а именно вот эта, ну вот какая-то сладость вот от него, таких вот каких-то кондитерских вот этих вот всяких сиропов. Ну не знаю, в общем сложный аромат, сложный вкус, вот что я могу сказать. То есть можно выискивать, каждый для себя что-то, наверное, там понаищет много всего. Ну в общем алкоголь согревает, а при питье и в аромате он вообще скрыт замечательно, то есть не сильно карбонизировано, но это все как-то не портит совсем, это пиво наоборот, оно вот такое вот плотное, вроде карбонизация тут как бы и не нужна. Вот эта вот сладость, да, как будто бы приторная, но сразу горечито ее гасит, и вот она тоже такая приятная, и вот эти вот нюансы алкогольные именно в плане послевкусия вот таких вот, ну всякие вот такие моменты. В общем, прикольное пивко, я осталась довольна. Вообще, фаундерс удивляют, действительно, новые вкусы придумывают, выходящие за грани возможностей. Класс! Рекомендую попробовать, обязательно, мне понравилось. Я ему поставлю 5 баллов. Друзья, я очень довольна. Пробуйте, пишите свои впечатления. Пока! Непонятно название пива. Скупой. Пиво-то ничего себе. Надо было наоборот назвать щедрый. Чедрый. Продолжение следует...